Блин, поставить что-ли какое-нибудь еще освещение? Ладно, черт с ним. Всем привет, с вами снова славный дружиобломов. Вот что я подумал. Я заснял достаточно большой ролик о ответах на вопрос и номер какой-то там, но потом решил его не выкладывать, потому что он вышел очень сумбурный, и когда я в течение часа отвечаю на вопросы, у меня просто начинает пересыхать в горле, я начинаю забывать о чем хотел сказать, начинаю путаться в вопросах, поэтому я решил делать следующим образом. На интересные вопросы, не на интересные, а на те вопросы, о которых мне есть что сказать, я буду снимать отдельные ролики, потому что мне совершенно не запарно сформулировать в голове ответ, сесть, записать 5-минутный ролик и залить его на YouTube. А потом буду отвечать пачкой уже отдельным роликом на вопросы типа да-нет, и сели чай или кофе, ну чай, вот чаек пью. Прошу не серчать тех, кто считает, что, а, дружи, теперь будет куча роликов, немало роликов про еду. Народ, успокойтесь, ролики про еду обязательно будут выходить, никуда они не денутся, просто мне так делать легче. Записать, выложить, следующее записать, выложить другой день. Не делать гигантские фильмы, потому что говорить, говорить, говорить в течение часа, это очень тяжело. Короче, сейчас я выберу парочку вопросов, на которые хотел бы ответить, более-менее развернуто, и, собственно, отвечу. А завтра отвечу еще, а послезавтра еще. Таким образом, я убью несколько зайцев, у меня на канале будут частые обновления, у меня человек, который хочет понять, интересно ему этот ролик или нет, получит не просто ответы на вопросы, что я там рассказываю, а получит, там, дружи, как ты считаешь, нужно ли жениться, там, он такой, ой, интересно, что считает дружи, плей, или, там, дружи, чай или кофе, там, он такой, о-не, это мне неинтересно, смотреть не буду. Все это будет лежать в отдельном, как-то сказать, плейлисте. Там на ютубе есть плейлисты, есть рецепты еды, если вы не хотите смотреть на ответы на вопросы, то вы смотрите, на превьюшке нету картинки еды, значит, не смотрите, значит, это не про еду. Так, вот я, короче, выбрал парочку тематических вопросов. Один от Дейла и Фло. Спасибо за оригинальный интересный ответ про жизнь после смерти, я с тобой согласна. Хм, давай про отношения. Как ты думаешь, почему мужчины боятся умных женщин и боятся ли вообще? Спрашивает Дейла Фло. Вопрос про умных женщин и почему их боятся мужчины, он очень интересный. Во-первых, потому что всегда удобнее говно на вентилятор набрасывать про отношения мужчины против женщин, это всегда очень легко и приятно. А во-вторых, потому что вопрос под ковыкой, а боятся ли вообще? Сначала отвечу очень скомканно. Если женщина считает, что она умная и поэтому ее боятся, значит, она дура. Вроде как странно тогда, она умная, но она дура. Фишка в том, что у женщины есть какой-то план, да? То есть, например, она хочет найти себе мужика умного. Тогда какое ей дело до того, что ее боятся глупые мужики, ведь она такая умная? Или другая ситуация. Женщина хочет найти себе просто мужика. Умная женщина никогда не покажет мужику, что она умнее его. Дело в том, что в природе образовано таким образом, что мужик всегда должен доминировать. Мужик должен быть в паре мужчина-женщина. Он должен быть главным или, по крайней мере, думать, что он главный. То есть, если мы представим паровоз, то вот у него есть локомотив, который несется такой чух-чух-чух-чух-чух. Вот это мужик. А сзади у него сидит машинист, который решает, куда паровозу поехать. Переключает рельсы, подкидывает уголь, когда надо. Вот это женщина. Грамотная женщина так и делает. Если же женщина говорит, что она умная такая, что значит умная, вообще непонятно. Там у нее два высших образования, она кавку там читает и всякое такое. И поэтому ее боятся мужики, значит это дура. То есть, да, это дура, к сожалению, с двумя высшими образованиями. И такие тоже встречаются. Очень часто, не для красного словца, а реально часто вижу следующее. Женщина, сильная, умная женщина, типа умная, ну знаете, вы поняли меня. Пытается над мужиком доминировать, то есть сама принимает все решения. В итоге мужик, если он либо сваливает, либо он бежит, и такая женщина является, поведение такой женщины является репеллентом от членов. То есть, члены просто разбегаются от нее. Либо он остается с ней, но становится человеком окей. Типа, окей, дорогая. И всегда я вижу вот, что, не для красного словца, просто реально я такое часто вижу. Все это заканчивается одним и тем же. Заканчивается это следующим. Женщина начинает себе искать любовника. Либо у них отношения вообще разваливаются, то есть начинает искать себе другого мужика. То есть женщина сама себе, пытаясь доминировать, пытаясь на мужика все время как-то давить, принижать его, самой принимать решения. Она сама просто на корню разваливает отношения, а потом такая, хм, что это отношения развалились, ну надо же. То есть мужику обязательно, вообще для того, чтобы мужику быть мужиком, в паре мужик-женщина, мужику обязательно нужно быть главным. Мужику обязательно нужно думать, что он главный, для того, чтобы он был полноценный. Вплоть до отсутствия полового, как-то сказать, полового влечения. То есть если мужика все время шпынять, знаете, это как животное. Если животное все время бить, наказывать там с ссаными тряпками, по башке его бить, то животное размножаться не будет. Оно забьется в угол, будет сидеть и ждать, когда его начнут лупить с ссаными тряпками. С мужиками точно так же, как с какими-нибудь там ленивцами или пандами или еще чем-нибудь. Если женщина сильная, если женщина умная, если она все время над мужиком доминирует, если она его все время клюет, если она отнимает, у него единственное, что для мужика ценно вообще в семье, в отношениях, это возможность защищать свою семью, быть альфа-самцом, принимать какие-то решения. Стукать кулаком по столу изредка, само собой. И вот это вот у него отнимают, у мужика это вот так вот. Вплоть до этого, серьезно я вам говорю. И в конце концов все это заканчивается одним и тем же. Женщина начинает искать себя любовника, женщина начинает... То есть отношения, короче, разваливаются. Женщина перестает вообще воспринимать своего мужчину как мужика. То есть она сначала, сначала, значит, его заклевывает, он такой, не бейте, только по лицу не бейте. А потом такая, это что, мужчина лежит? Фу! И уходит. Вот как это выглядит. Мужчины обожают слабых женщин. Женщины умные, действительно умные, не умные, а умные, этим эффектно пользуются. Они гипертрофируют свою слабость, и вокруг них начинают бегать большое количество мужиков, пытаясь их прикрыть одеяльцем, поднести чайку, отвезти куда-то, подарить что-то и так далее, и тому подобное. Потому что у мужика мозг устроен так, что он должен о самке заботиться. И если он такой, о, слабая женщина, я сильный мужчина, рядом со слабой женщиной он чувствует себя сильным мужчиной, и для него это естественно, и он чувствует, все идет как надо, я же мужик, понимаете? А если сразу мужики видят, что это, значит, Гитлер в юбке, то они сразу такие, воу-воу-воу, ладно, ладно, так, все-все-все, до свидания. Почему так происходит? Потому что женщина глупа. Я имею в виду, что она глупа в том случае, если она хочет, чтобы вокруг нее были мужчины, хочет найти того единственного, но ведет себя так, что они разбегаются, демонстрируя им свой ум, или оправдывая свою деспотичность и свою натуру, оправдывая тем, что она, значит, такая интеллектуально развитая, такая начитанная, а вокруг одно быдло. То есть умная женщина никогда не будет пытаться занять место локомотива, когда ее место сзади в рубке машиниста, который решает, куда локомотив идет. Если же проблема в том, что вот недавно я встречался с девушкой, которая сказала, что у нее проблемы в том, что вообще вокруг нет мужиков, с которыми она была бы на одной волне. То есть все дураки, все дебилы, так а что тут жаловаться? Нужно искать в другом месте. Если ты в рабочем районе около пивного ларька хочешь найти мужчину, который сможет с тобой поддержать разговоры Паула Коэльо или Кастанеды, то, наверное, зря ты это делаешь. Наверное, тебе нужно искать немножко в других местах, в другом обществе. Благо, сейчас доступ везде свободный, в интернете куча сообществ, люди каждый день там собираются, кто катается на бордах, кто прыгает с веревкой, клубы пения, вышивания. Иди в те места, где теоретически могут водиться такие мужчины. Вот как я ответил на этот вопрос. То есть, если женщина считает себя умной и поэтому ее боятся мужики, значит, она дура. Потому что даже, предположим, она понимает, что эти мужики другого уровня, то есть они глупее ее. Но на кой черт она ведет себя так, чтобы они ее боялись? Ты можешь сказать, то есть здесь мне можно возразить, типа, а почему это я должна скрывать свою природную интеллектуальность? Почему это я такая умная, должна скрывать, что я умная? Я буду лучше всегда, всегда, значит, вести себя так, как хочу. Ну, поздравляю, тогда мужики будут от тебя разбегаться. К тому же, женщина, которая говорит, что она всегда будет вести себя так, как она хочет, она врет, потому что на улицу женщина не выходит, не накрасившись. Хочешь быть естественной, так не красься тогда. Женщина всегда носит какую-то маску женщины. Понимаете? Я не встречал ни одной женщины, которая бы, значит, вела себя, скажем так, 100% естественно. То есть, не знаю. И я себя не веду 100% естественно. Я же не делаю так, удобненько сидеть. Правильно? Любой человек носит какую-то маску. Женщины красятся, надевают лифчики, которые поднимают грудь, чтобы быть сексуальными. И, значит, там волосы себе прихорашивают, красиво одеваются. И при этом потом они все это делают, а потом такие, разбегаются мужики, видимо, я слишком умна. К тому же, любопытный еще вопрос, что такое ум? Я уже говорил об этом. Представим двух, значит, женщин. У одной два высших образования, одно из них психологическое. Все с полки уставлены книгами. И вот она, значит, сидит одна, без мужа, без детей. И в интернете пишет, какая она чудовищно умная, головастая, но при этом почему-то несчастная. Видимо, горе от ума. И есть вторая, которая не умная, а умная. И у нее все отлично, у нее муж много зарабатывает, у нее есть хобби, у нее там двое детишек здоровеньких, вот таких вот все завидуют. И муж у нее сексуально активный, фитнес она успевает, и не жалуется, и у нее не остается времени, чтобы жаловаться, что какие-то там мужики куда-то там от нее разбегаются. Вот кто из этих... Ну, хотя у нее нету там ни психологического образования, ни... ни Кастанеду она не читает, но жизнь ее сложилась почему-то, на мой взгляд, гораздо удачнее, чем у первой женщины. Так что, блин, я вот просто размазываю мысль по древу, вот почему я записываю отдельные ролики, потому что если бы я сейчас отвечал вот в рамках всего этого, это было бы часа на три. Подытожим. Почему мужчины боятся умных женщин, я ответил, потому что это для мужика неестественно. Когда под умной женщиной само собой подразумевается женщина, которая не по-настоящему умная, а показывает, что она умнее мужика и как бы этим доминирует. Это на мужчин действует, как если бы они увидели, что у женщины член между ног висит, и они такие, во-во-во, полегче, мы пошли. Вот как это действует на мужчин. Поэтому не боятся, но не стоит у них на таких женщин. Ну, извините, психология мужика такая. Защищать, прикрывать, доминировать, а женщина должна этим грамотно всем управлять, если она действительно умная. И боятся ли вообще? Ну, я уже ответил. Не боятся, а не стоит. Бон Руслан. Зачем мужчине надо жениться? Мужчине, внимание, нужно жениться потому, что это нужно его женщине. Если мужчина женщину любит, то он на ней женится. Зачем самому мужику нужно жениться? Да не зачем ему это не нужно. Только за тем, что это нужно его женщине. Как обстоит дело? Если ты учишься, если ты работаешь, если есть какой-то у тебя коллектив, то, как правило, ты общаешься с людьми, которые плюс-минус от тебя два года. То есть мне 26, я знаю женщин, которым там 28, знаю там после 23, там вот девочек всяких, женщин. Фишка в чем? Пара образуется мужчина-женщина, как правило, примерно одного возраста. Ну, бывают исключения, но, как правило, там не 5, не 10 лет. Как правило, там мы познакомились в институте, были на разных курсах, и вот мы теперь поженились. Типа того. Очень часто. При этом, вот предположим, что есть вот такая вот пара, и предположим парню, там 28 лет, и там женщине, девушке 28 лет. А тут уже существует такая по отношению к женщине большая несправедливость, в том плане, что к 30 годам мужчина вообще только-только начинает отличать попу от пальца, и начинает зарабатывать деньги, у него нарабатываются какие-то связи, у него возникает понимание, как этот мир, то есть он становится мужиком, потому что я смотрю, ну там 25, там 24, это такой еще пацан как бы, а 30 уже становится мужиком. Женщина же в 30 лет, это уже вообще не девочка, это именно женщина. А из этого вытекает то, что такая несправедливость получается природная, что женщина уже хочет ребенка, для нее это естественно, она такая родной, родной, мне 30 лет, как бы ребеночка бы неплохо, а мужик такой, слушай, я только-только вот, только начал зарабатывать, что-то там, и так далее. Женщине хочется получить от мужика хотя бы какие-то, то есть слова, подарочки, это все прекрасно, вот это вот все бла-бла-бла, мы друг друга любим, хотя бы что-нибудь, вот, на что можно посмотреть, типа штамп в паспорте, понимаете? если там понимаешь, что не каждый может подарить своей женщине квартиру, искать, это твоя квартира, жена, держи, я надеюсь, ты понимаешь, что у нас все серьезно, я себе даже квартиру подарил, хотя для некоторых и это не серьезно, квартиру подарил, и купил себе еще 10, и ей хочется что-то, что-то такое увидеть, и она такая, эй, дорогой, слушай, а вот неплохо было бы посмотреть на штамп в паспорте, не-не, я на тебя не давлю, нет, но как бы, хотя бы что-нибудь, это неплохо, потому что сам понимаешь, мне там уже там 28, и вроде как хотелось бы что-то такое, ну ты понимаешь, мужику это нафиг не надо, но если он свою женщину любит, он это сделает, потому что это нужно ей, потому что женщина, когда она заводит ребенка, можно и без штампа в паспорте завести детей, но женщина, когда заводит ребенка, она становится, как сказать, медиеспособна, ей нужны какие-то гарантии, помимо бла-бла-бла, ей нужны какие-то уверенности в том, что она будет вот с таким вот пузом, значит, там доползать еле-еле до холодильника, чтобы там полакомиться чем-нибудь, и что в этот момент жизни с ней рядом кто-то будет, вот, и потом кто-то желательно будет какие-то годы, чтобы этот мелкий орущий карапуз кто-то помогал с ним, а вот этим, что является, вот этим вот, знаете, как фирмы иногда заключают договор о намерениях, это практически ничего не имеет юридической силы, ну, как и штамп в паспорте, понимаете, это такая фигня, честно, потому что поставил штамп, а завтра пошел там развелся, или такой, до свидания, алименты, да запросто, как и сколько там, тысяча рублей в месяц, или две тысячи рублей в месяц надо платить алиментов, да запросто, вот, держи, типа того, ну, это хотя бы что-то, это хотя бы что-то, и женщина хочет это хотя бы что-то получить, и она права, и она должна это получить, и она должна сказать своему мужику, типа, дорогой, давай-ка ты сделаешь вот это вот для меня, потому что, можно долго-долго говорить, возьми и штампик в паспорте поставь, вот тогда уже серьезнее будет, серьезнее будут разговоры, то есть, это знаешь, как я, когда с клиентами разговариваю, я никогда не воспринимаю клиента серьезно, пока он не дал мне денег, то есть, потому что огромное количество людей, они тебе рассказывают, столько денег, столько денег, проценты от продаж, тыры-пыры, вот человек дал мне там тысячу рублей, я такой, о, вот этот человек уже работает, хорошо, работаем, а до этого все вот распинаются, 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 садятся на ухо, по часу там звонят на телефон, и потом ты видишь, он уже тебе там месяц, что-то расписывает, какие-то горы, замки, и пещеры с золотом, а в итоге ты не получил ничего, и вот до тех пор, пока я не получил там эту тысячу рублей, я вообще не воспринимаю серьезно, что клиент говорит, потому что слишком много вот этих вот, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, садящихся на уши, вот это то же самое, бла-бла-бла-бла-бла, штампик поставь, будем разговаривать, поэтому отвечаю, мужчине нужно жениться, потому что это нужно, его женщине, а по поводу возраста, я по-моему, блин, я так люблю разводить тему, а потом ее свернуть не могу, мужик к 30 годам только становится мужиком, набравшим силу, женщина к 30 годам уже очень хочет ребенка, и он уже должен быть давненько, вот такая вот несправедливость, именно поэтому браки успешны, и женщины часто ищут, знаешь, это проблема у всех, кто в институте, то есть мальчики в институте, эх, блин, короче, вот Катька-то с параллельного курса, она такая клевая, но она, значит, на меня не обращает внимания, само собой не обращает, кто ты такой, она обращает внимание на уже более взрослых мужчин, которые могут что-то дать, могут обеспечить, потому что она же это видит, женщины генетически все это прекрасно понимают, кто что-то может, кто что-то не может, грубо говоря, именно поэтому такие пары, они, когда мужик старше, женщина младше, на несколько лет, там, предположим, там, на 7-8, они такие пары функционируют все-таки поуспешнее, чем когда наоборот, чем когда там женщине 60, а пацану 20, вот это уже, как-то, по-моему, не совсем здоровая тема, хотя разные отклонения бывают, вот, я ответил на такие вот два вопроса, отвечу дальше, наверное, вопрос о геях, лесбиянках, трансвеститах, обязательно, в следующем ролике, если вам интересно, подписывайтесь на мой канал, обязательно будут рецепты, если вам нравятся только рецепты, не смотрите эти ролики, вот даже на эти два вопроса, запарился отвечать, всем пока, Субтитры сделал DimaTorzok